Пустые учебные аудитории и тишина в коридорах. Непривычно видеть университеты такими, особенно перед началом сессии. Ковид-19 всех рассадил по домам, но это не повод забрасывать учебники на антресоли. Примерно вот так сейчас выглядит рабочее пространство студентов. Десятки книг, сотни исписанных страниц и ноутбук, по которому они связываются с одногруппниками и преподавателями. Наносу сессия и впервые ребятам предстоит сдавать ее дистанционно. Каролина Донко учится в крымском филиале Российского государственного университета правосудия и мечтает работать в области юриспруденции. В УЗИ не было больше месяца, как и тысячи других студентов готовятся к сессии дома. В Новом мае мы сдаем все, что проходили, всю учебу. После этого у нас начинается сессия. Успеваемость в прямом смысле зависит от усердия студентов. Если в срок выполнять все задания, и не пропускать онлайн занятия, выходишь на высокие баллы. А вот в Центральной Европе сроки сессии с апреля перенесли на лето, а часть дисциплин учащиеся сдавать будут осенью. Пары на удаленке у студентов польских вузов начались 11 марта. Несколько часов в день они в режиме онлайн общаются с преподавателями, в остальное время делают домашние задания. Мы готовимся к сессии где-то под конец июня, то есть я думаю, что где-то только в течение следующего месяца будет известно, как мы будем сдавать экзамены. А вот в Норвегии сессия подходит к концу. Учебный год там начинается раньше, в середине августа. Почти все зачеты и экзамены студенты успели сдать. Экзамены мы сдаем тоже дистанционно. Приложение, которое называется Инспера. Нам дается срок 4 дня на то, чтобы сдать каждый экзамен. Мы скачиваем файл, дописываем в нем ответы или же эссе, то есть то, что от нас требуется, а потом загружаем его обратно на сайт. Чтобы закончить учебный год достойно, только дистанционных занятий с преподавателями мало. Многое студенты изучают самостоятельно. Количество домашнего задания увеличилось в 2-3 раза. Оно приходится вполне эссе. Даже по тем предметам, которые раньше казалось, были как-то попроще, просто можно было ответить, педагоги попали что-то, какие-то галочки, какие-то автоматы. Сейчас все проверяют. У студентов Крымского федерального университета сессия тоже пройдет дистанционно. Но на срок окончания учебного года это не повлияет. Оценки получат либо по итогам обучения в течение семестра, либо на зачетах и экзаменах, которые пройдут в режиме онлайн. Это может быть тестирование в ограниченном временном промежутке. Это может быть, например, собеседование устное преподавателя со студентом. Курсовые работы не должны быть в бумажном виде. Только в электронном виде будут приниматься. Что ждет студентов на государственных экзаменах и как будет проходить защита дипломных работ у выпускников, пока неизвестно. Но первые зачеты начнутся уже в начале мая. Татьяна Балыкина, Алексей Семенов. Утро нового дня. Татьяна Балыкина. Продолжение следует...